Здравствуйте! Сейчас я вам расскажу, как подготовить страничку в Одноклассниках для работы. Для этого мы заходим в любой браузер, где есть режим инкогнито, и открываем Одноклассники. Если у вас есть номер телефона, если страничка еще не зарегистрирована на этот номер телефона, вы можете зарегистрировать. Тогда вы зайдете в раздел «Регистрация» сразу. Вот здесь вы выбираете «Регистрация», тогда и вводите номер телефона, вам приходит пароль, вы регистрируете. Если, как я, вы покупаете готовые странички, то есть как можно сделать странички, если у вас нет свободного номера телефона. Можно купить номер за 5 рублей на сайтах, смс, рек, онлайн, сим, еще есть сайты. А можно купить готовые странички по 11,5 рублей. Мне удобнее покупать странички. Поэтому, когда я оплатила, мне приходят на почту аккаунты с паролями. Вот таким образом выглядят телефон и пароль. У меня есть такая табличка, где у меня все мои странички. Здесь логины, имя и также здесь есть пароль, который я сейчас закрыла. Например, мы копируем номер телефона странички, которую мы купили. Вводим. И там же через двоеточие идет пароль, который мы поменяем позже на тот, который нам удобен. И заходим. Как выглядит, как правило, страничка, которую вы купили? Она чаще всего пустая. Иногда бывает, что попадаются странички с фотографиями, просто на которые уже несколько лет никто не заходил. Тогда там могут быть друзья, могут быть какие-то фотографии. Если фотографии на вас не похожи, либо вам не нравится содержание, вы их просто удаляете. Чаще всего попадаются такие пустые странички. Поэтому, что мы делаем? Это также касается и странички, которую вы просто оформили на свой номер. Мы добавляем в первую очередь фото. Выбираем красивые фотографии, там, где вы хорошо выглядите, где близко. И если у вас всего несколько фотографий, а вы делаете много страничек, вы можете выбрать самые лучшие, для того, чтобы вас не забанили. Выбираете, например, фото. Вы не сразу добавляете, а нажимаете на него правой клавишей мышки и сюда идете переименовать. И вы называете его по-другому. Потому что не может быть на всех аккаунтах одно и то же фото. Когда другое название фотографии, то уже и сайт воспринимает его как ее совсем другое. Мы переименовываем и добавляем. Также я добавляю несколько личных фотографий. То есть это могут быть любые фотографии, могут быть детьми, где-то вы на природе. Просто красивые, живые фотографии, чтобы было видно, что вы живой человек. Я, например, чаще всего сейчас открываю альбом с моря. Да, лето недавно было. Поэтому я добавляю фотографии там, где с детками. Например, 4 фотографии еще, чтобы в общей сложности вышло 5 фотографий. Потому что за 5 фотографий вам дается такой символическую награду в одноклассниках. Это повышает рейдинг вашей странички, модераторы уже спокойнее относятся. Сейчас я добавлю еще одну фотографию. И вот ваши фотографии все загрузились. Если здесь появилась фотография, которая, ну не та, которую вы хотели поставить на главную, вы заходите в фото, нажимаете на ту фотографию, которая должна быть заглавная, и выбираете сделать главную. Потому что на главной фотографии не надо ставить фотографии в купальнике, фотографии в застолье, либо где вы очень далеко, либо на фоне там чего-то без ремонта. Фотография должна нравиться людям, и, да, чтобы они те же классы ставили, просто было приятно зайти на вашу страничку. Дальше что мы делаем? Мы меняем имя. Как правило, я фамилию оставляю. Разве что, если мне совсем она там не нравится, либо там не фамилия, а какое-то прозвище, тогда я меняю и то, и другое. Вот я захожу в «Изменить настройки» и «Изменить». И вот здесь я поменяю имя на Елена. Год рождения, если плюс-минус хотя бы в диапазоне моего, то я оставляю, если очень там маленький, сильно большой, могу поставить, да, который ближе ко мне. И «Город за страну» тут выбираем, например, тут несколько выдает, а нет, вы просто набираете. Тогда «Город» и сохраняете. На каждой страничке другой город. Вот если вы нажимаете на имя, вот так будет выглядеть ваша страничка. Для того, чтобы ее оживить. А еще можно зайти в фотографии, повернуть фотографию, которая развернулась. Вот здесь есть повернуть фото. Дальше, что я делаю, чтобы оживить? Захожу в группы. Здесь вам выдают самые популярные группы. Я выбираю какие-нибудь группы, либо путешествия, либо можно вот невероятные факты. Можно что-то про мамочек, про деток, если вам близка эта тема. Цитаты успешных людей. Что-то интересное. И чтобы из этих групп ставить там классы, чтобы оживлять вашу ленту. Просто, чтобы это не было пошло, не было примитивно. Например, давайте зайдем, посмотрим вот в эту группу, что здесь есть. Видео, например, там. Видео с котом. Ставим класс. Можно ставить какие-то там картинки с цитатами. Просто красивая природа. Несколько, буквально там, 3-5 классов за один раз. Ваша страничка уже, вот вы поставили класс, это все есть на вашей страничке. Что еще? Нам надо поменять пароль. Для того, чтобы вам удобно было заходить, я на все странички ставлю один пароль. Вот я его скопировала. Захожу в «Изменить настройки», там, где мы меняли имя. И вот здесь есть пароль «Изменить». Текущий пароль. И теперь я ставлю тот, который мне нужен. Сохранить. Пароль поменяли. Публичность еще мы меняем. Чтобы вас не приглашали постоянно в игры и в группы, я меняю вот здесь «Игры» и «Группы». Можно тут также ставить «Не отмечать на фотографиях», «Не отмечать в заметках», но я не ставлю, потому что некоторые продавашки более лояльно относятся, если они меня ответят. Мне не жалко, если меня отметит кто-то на каких-то своих заметках. Ее всегда можно удалить из ленты, если вам она не нравится. И сохраняю. Чтобы никто вас не приглашал. «Игры». И еще что мы делаем? А вот уже. Я еще не успела поставить, меня уже приглашают в игру. То есть игнорируем. Если же продавашки сами просятся в друзья, то я принимаю дружбу. А в группы мне лишние не нужны на страничке. И дальше я добавляю нескольких друзей. То есть я также ищу продавашек. Например, набираю детская одежда, детская обувь, потому что там моя больше целевая аудитория. Возможно, она у вас другая. Либо торты, букеты, мебель. Все, что могут предлагать в одноклассниках, что вы видели, что вы можете придумать. Вы набираете, например, торты. Показать все результаты. Люди. Обязательно выбираем люди. И обязательно ставим здесь, сейчас на сайте. Чтобы вам не показало тех людей, которые еще несколько лет назад, последний раз заходили на страничку, чтобы вы не тратили на них свой лимит. И дальше я не захожу даже на странички. Я просто смотрю. Если у меня страничка по России, значит, я смотрю, чтобы это была Россия. Потому что дальше я буду приглашать их друзей. И я несколько приглашаю. Просто дружить, дружить. После этого я эту страничку оставляю на 2-3 дня. Я могу еще сохранить, когда я нажму на имя, сверху отобразится ссылка на мою страничку. Ее также можно сохранить вот здесь в табличке. Но это не обязательно, она не так часто нам нужна. И когда пройдет 2-3 дня, я продолжаю через день, через 2 добавлять в друзья. Будут продавашки сами проситься. Вот уже у меня одна приняла. Только я еще пощищу. И когда уже добавляются к вам друзья, я подчищаю ленту, чтобы не видели те, которые будут заходить, что вы много добавляете. И вы через день добавляете по 5-10 продавашек. Когда у вас будет уже хотя бы от 30 друзей, тогда можно переходить к работе с заметками. Как это делается, я вам расскажу в следующем видео. Продолжение следует...